Дайте сколько ни жалко, помогите участникам боевых действий. Такие слова, конечно, не оставляют равнодушных среди прохожих. Денежный ручеек льется в коробки для сбора несуществующей организации. Особенно, когда эти люди выбивают слезу с жалостными песнями. Я верю. Верите? А сами бы кинули? Финбл. Надо во что-то верить-то. Не знаю, я не особо верю. Мне кажется, у афганцев гордости побольше. Они не будут этим заниматься. До нуждающихся эти финансы вряд ли дойдут. Скорее осядут в кармане организаторов действа. Хотя они и уверяют, что все тратят на благие цели. Ну а что-то конкретное вы уже сделали? Может быть, пример какой-то приведете? За 12 лет много чего я делаю. В общем, никакой конкретики нам добиться так и не удается. Может быть, все-таки это какой-то малоизвестный фонд, а исполнители – скромные ветераны боевых действий, желающие помочь однополчанам. Чтобы выяснить это, мы показываем видео музыкантов в Российском союзе ветеранов Афганистана Нижегородской области. Оказывается, наших героев председатель союза Валерий Бирюков видит не в первый раз. Говорит, верить им нельзя. Тем более, настоящие благотворительные организации деньги на улицах не собирают. Таким людям верить просто нельзя, потому что мы никогда не позволяли себе, чтобы кто-то пел и собирал деньги, тем более фонд ветеранов боевых действий. И я уверен, что ни одной копейки на ветеранов боевых действий не идут. Ни одного, ни афганца, ни чеченца среди них нет. То есть люди просто используют ту ситуацию, которая сегодня сложилась. Вот если бы в Сирии сейчас затянутся, я думаю, что уже сирийцы появятся в ближайшее время. Но вот это бизнес. Валерий Михайлович добавляет, что воздействовать на такие организации может только полиция. Но, видимо, размеры штрафов их совсем не пугают. И единственный способ борьбы – не делать пожертвования на улицах. А если действительно хотите помочь, то обратитесь в Нижегородское отделение Российского союза ветеранов Афганистана. Если у человека есть желание помочь, мы дадим адрес человека, который пусть он сам ему помогает, даже без нас. Жаль, что такие уличные музыканты попросту злоупотребляют неравнодушием горожан. Мнимым благотворителям, похоже, все равно. А люди, готовые помочь нуждающимся, в следующий раз задумаются, стоит ли отвечать на просьбу о помощи. Виктория Кузьмина, Олег Климин, Алексей Завелов. Объективно ННТВ.